Сейчас мы перейдем тоже очень важная тема актуальная тема мы предоставим слово Воронковой Ирине Владимировны это старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации туберкулезная больница имени Рабухина город Москва тема у нее будет оказание палеоативной помощи больных с туберкулезом сочетание с ВИЧ-инфекцией в условиях противотуберкулезного стационара пожалуйста Ирина Владимировна уважаемые коллеги вашему вниманию хочу представить доклад на тему оказания палеоативной помощи больным туберкулезом сочетание с ВИЧ-инфекцией условий противотуберкулезного Для начала вспомним основные определения, что же это за инфекционные заболевания. Итак, туберкулез. Широко распространенные в мире инфекционные заболевания человека и животных, вызываемые различными видами микобактерий из группы микобактерий с туберкулезом комплексом. Или иначе говоря, палочками кофе. Туберкулез обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы. Микобактерия туберкулеза передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, чихании больных. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в безсимптомной закрытой форме. Но примерно один из десяти случаев скрытой инфекции в конце концов переходит в активную форму. ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунный дефицит человека. Вирус поражает клетки и иммунные системы. В результате работы иммунной системы угнетается. Развивается синдром приобретенного иммунного дефицита. Организм больного теряет возможность защищаться от инфекции и опухолей. Возникают упортинистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом. Устаревшее название туберкулеза легких – чахотка. В качестве названия туберкулеза почек и некоторых других внутренних паренхематозных органов, а также желез, например, слюных, ранее использовалось слово «угорчавка». Наружный туберкулез кожи слизистых или лимфоузлов назывался «желоток». До XX века туберкулез был практически неизлечим. В настоящее время разработаны комплексные программы, позволяющие выявить и вылечить заболевания на ранних стадиях его развития. Область медицины, которая занимается туберкулезом, называется фтизиатрией, а ее специалисты называются фтизиатрией. Для человека и общества эти инфекционные заболевания являются взаимозначенными из-за длительности скрытого течения, риска заражения большого количества людей и родственников, длительности лечения, значительность нейтрадоспособности, дороговизны комплексной терапии, специфика течения заболеваний и этнических народов. Осложнения заболеваний с поражением жизненно важных органов и систем могут сопровождаться длительной интоксикацией, кахексией, полиорганной недостаточностью, плохой переносимость к препаратам и развития от них побочных реакций. Имеются сложности подбора схемы лечения, в том числе скомбинированной антиретровирусной терапией. В Российской Федерации на протяжении 13-летнего периода продолжается неуклонное снижение заболеваемости куберкулезом. В 2020 году зарегистрировано более 47 тысяч новых случаев заболеваний. Показатель заболеваемости составил 32,07 на 100 тысяч населения. Средний многолетний показатель заболеваемости составил 60,07. По сравнению с 2019 годом заболеваемость снизилась на 21,93%. В 2020 году, как и в течение 13-летнего периода, наиболее высокая заболеваемость с активным куберкулезом на территории Российской Федерации продолжает регистрироваться в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Хотя в них также снатмечается уменьшение показателей заболеваемости в среднем на 20% по сравнению с 2019 годом. Лидерами среди регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом всего населения в 2020 году продолжают оставаться Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Приморский край. Во всех регионах также наблюдаются тенденции к снижению заболеваемости. Заболеваемость детей от 0 до 17 лет, впервые выявленным активным туберкулезом в период с 2009 по 2020 год, также имеет общую тенденцию к снижению. Медленнее всего снижение наблюдается в возрастной категории детей от 0 до 1. Среди регионов с наибольшей заболеваемостью детей до 17 лет продолжает иментировать Чукотский автономный округ, Республика Тыва. Заболеваемость детей служит индикатором распространенности туберкулеза среди взрослых, но в ряде субъектов Российской Федерации отмечается несоответствие показателей заболеваемости детей и взрослых. В статистике распространения ВИЧ доля обследованных на ВИЧ-инфекции остается низкой. При этом наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекции в России регистрируется среди ключевых и уязвимых контингентов населения. При тестировании на ВИЧ уязвимых группах населения ВИЧ-инфекции выявляются в среднем в 7 раз чаще, чем основной популяции. Поэтому задача тестирования на ВИЧ и привлечения на спонсорное наблюдение именно уязвимых групп, особенно наркопотребителей, остается очень актуальной. В 2020 году умерло более 32 тысячи ВИЧ-инфекцированных, что на 4,3% меньше, чем в тот же период 2019 года. Умирают ВИЧ-инфекцированные в молодом возрасте в среднем это 41 год. Ведущей причиной летальных исходов среди ВИЧ-инфекцированных остается туберкулез. Количество летальных исходов среди инфекцированных ВИЧ ежегодно увеличилось с 1987 по 2018 год. В 2019-2020 годах, благодаря значительному увеличению числа больных, получающих антиретровирусную терапию, было отмечено снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции. В настоящее время представлена измененная и усовершенствованная классификация туберкулеза по принципу легочной и нелегочной локализации специфического процесса, исключена как форма заболевания туберкулезной локализации детей и подростков и тавернозный туберкулез у этих. И одна характеристика возбудителя по устойчивости против туберкулезных препаратов. Среди клинических форм туберкулеза используют принципы различия по локализации и клинико-рентгенологическим признакам с учетом патогенетической и патоморфологической характеристики туберкулезного процесса. Виды легочного туберкулеза представлены на слайде. К нелегочным формам туберкулеза относят следующие локализации инфекционного процесса. Туберкулез органов дыхания в нелегочной локализации, это туберкулез лимфоузлов, бронхов, верхних дыхательных путей, и плеврей, туберкулез костей и суставов, нервной системы, органов зрения, органов брюшной полости, мочеводелительной системы, органов половой системы, кожи, подкожных клетчаток, периферических лимфоузлов, прочих органов и нелизованных туберкулез. Таким образом, можно обобщить, что туберкулез может поражать практически все органы человека, за исключением волос и ногтей. Также выделяют разные фазы туберкулезного процесса и варианты бактериовыделения. Еще классифицируют инфекционный процесс по устойчивости к противотуберкулезным препаратам. Течение туберкулеза может осложняться такими грозными состояниями, как кровоохарканье, легочное кровотечение, спонтанный пневмоторкс, легочно-сердечная недостаточность, от электаса, милоидоз, свищи и прочее. И переходить в исход заболеваний с различными остаточными изменениями. В органах дыхания это фиброзные, фиброзно-очуговые, болезнодистропические изменения, плеценаты в легких лимфоузлах, гемосклероз, цирроз и других органов, рубцовые изменения в различных органах и их последствия, также обезвестеления и другие. Туберкулезом может быть инфицирован почти каждый человек, но не у каждого развивается заболевание. Категориям людей, которые чаще остальных заболевают туберкулезом, относятся те, кто находится в тесном контакте с больным туберкулезом, люди, страдающие с сахарным диабетом, язвами, болезнью, ВИЧ-инфекцией, хроническими угранхитами, люди, длительно принимающие кортикстероиды после пересадки умера, люди, освободившиеся из исправительных учреждений в течение первого года, сотрудники гормодобывающей химической промышленности, турильщики, лица, бомжи, иностранцы. Туберкулез излечим, но при полном прохождении полного курса специальные противоперкулезные препараты. Курс лечения длится не менее 6 месяцев, при тяжелых формах дольше. У пациентов с лекарственной устойчивостью не менее длит. К сожалению, значительная часть пациентов ведет социальный образ жизни, имеет низкую социальную ответственность, и часто прерывает курс. В результате формируется лекарственная устойчивость в одном или нескольких спонтанных мутациях в независимых генах МВТ, происходящих преимущественно при применении неадекватных и часто меняющих схемах химотерапии. К проблемам пациентов с лекарственной устойчивостью можно отнести следующее. Им требуется длительное лечение, но у пациента низкая приверженность к лечению и частые прерывания, что приводит к отмене терапии, и коррекции, что изменяющих низкая, дороговизна лечения и проблемы оснащения лков в подборе терапии. У ВИЧ-пациенту частые побочные явления за счет дополнительно проводимой антиретровирусной терапии и терапии аппаратистических инфекций. Частые осложнения и побочные реакции приводят к отмене терапии и коррекции полиорганных нарушений. Все это приводит к распространению туберкулеза и генерализации процесса, к таким осложнениям, как разрушение легких костей, формирование свящей и прочих. Риск заболевания туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных значительно выше, до 10%, по сравнению с общей популяцией. Среди ВИЧ-инфицированных туберкулезом, туберкулезных больных, туберкулез является основной причиной смерти. Особенно смертельная связь была выявлена между ВИЧ-инфекцией и малышевым туберкулезом. Поэтому должно быть уделено особое внимание диагностированию туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных лиц, чтобы избежать поздней диагностики и, следовательно, уменьшить возможности для лечения. Проводится длительный подбор схемы терапии с учетом возникающих осложнений и совместимости препаратов. Причин, почему больные с туберкулезом или малышевым туберкулезом не подлежат дальнейшему лечению туберкулеза, несколько. Это может быть связано с клиническим состоянием пациента, отсутствием эффективных против туберкулезных препаратов, социально-экономическими условиями, отказом пациента от лечения. Тем не менее, отказ от лечения не означает предпрощение помощи. У пациентов, заведомо умирающих от осложнений на фоне совокупности заболеваний и ВИЧ-инфекции, которые длительно не обращаются в медицинскую помощь, даже если это не представляется возможным, необходимо продолжать против туберкулезное лечение в индивидуальной схеме по переносимости. По определению данной Всемирной организации здравоохранения в 2002 году, палеотивная помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и членов их семей, столкнувшихся с проблемой смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страдания, благодаря раннему выявлению и точной оценке возникающих проблем и проведения адекватных лечебных вмешательств, а также оказания психосоциальной и моральной поддержки. В настоящее время в Российской Федерации опыт применения палеотивной терапии весьма ограничен. Нет единого мнения экспертов о необходимости применения палеотивной терапии у больных туберкулезом с малушевым МВТ у взрослых. Вопрос о назначении палеотивной терапии в детском возрасте в настоящее время не обсуждается. В вопросе назначения палеотивной терапии возможно опираться только на опыт экспертов ВОЗ и на международные публикации. На территории Российской Федерации законодательно не закреплено понятие палеотивной помощи для пуберкулезных больных. Группа экспертов ВОЗ в области палеотивной помощи и пуберкулеза с малушевым МВТ в Женеве в 2012 году приняли основные принципы назначения палеотивной терапии. Принять предложение о назначении палеотивной терапии и палеотивной помощи для физических лиц в больных туберкулезом с малушевым МВТ является законным правом человека. Палеотивной терапией является неотъемлемой составляющей обеспечения ухода за отдельными лицами с тяжелыми формами туберкулеза с малушевым МВТ, где бы в мире они не получали лечение. Палеотивная помощь может оказываться с момента выявления малушевого МВТ и постановки диагноза до конца жизни пациента. Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты и их семьи, охватывают психологические, социальные и духовные аспекты. Палеотивная медицинская помощь должна оказываться больным с наиболее тяжелыми формами туберкулеза с малушевым и невозможностью их излечения. То есть прекращение бактериопыделения, изобретение полостей в деструкции, в том числе хирургическим методом, в случае жизненно выражающего состояния и до конца жизни. Основная проблема, связанная с туберкулезом и малушевым туберкулезом, это высокая заразность пациента. И если не уделять этому внимания должным образом, он представляет угрозу для окружающих лиц, в том числе для медицинских работников и семьи пациента. Так как симптомы заболевания туберкулезом развиваются медленно, то пациенты обычно уже имели симптомы, были носителями инфекции в течение длительного периода времени, прежде чем был поставлен диагноз. За это время семья, вероятно, заразилась, и предоставление пулятивной помощи для больных туберкулезом и малушевым дали на дому, связанным меньше с лечением, если надлежащие меры инфекционного контроля выполнялись хорошо. Социальность генетизации людей с туберкулезом и малушевым туберкулезом связана с дискриминацией, неприятием и социальной изоляцией в процессе лечения, а также тем более в случае, если лечение не дает результата. Антиобщественное поведение больных. Известно, что развитие туберкулеза в голову и шоу, это прогрессирование, оно тесно связано с образом жизни, курением, алкоголем, злоупотреблением наркотиками, более низким уровнем образования, социальной маргинализации и нищетой. Кроме того, злоупотребление алкогольного курения является факторами для неудачных результатов лечения и смертности больных туберкулезом. Таким образом, антиобщественное поведение чаще встречается у больных с малушевым туберкулезом, чем среди населения в целом. В первую очередь, это бывает у тех, кто потерпел неудачу лечения туберкулеза с малушевым. Прием больных с острыми случаями также требует эффективных и быстрых действий от медицинского персонала. Хорошее сотрудничество между амбулаторными и стационарными медицинскими работниками, а также сиделками при работе с заразными больными в острой ситуации имеет ключевое значение. Этические дилеммы предоставления палиативной помощи очень заразным пациентам охватывают все стороны медицинских работников, воспитателей пациентов и их семей, других членов общества. Этические проблемы включают в себя различные вопросы, такие как Имеют ли пациенты право отказаться от лечения? Законно ли изолировать заразных пациентов против их воли? Обязаны ли медицинские работники оказывать помощь, даже если это подразумевает значительный вес для здоровья? Следует ли раскрывать статус туберкулезного больного третьим лицам против его воли? Следует ли диагностировать пациентов при отсутствии адекватного лечения? Каковы обязательства по отношению к пациентам, которые не могут быть вылечены? Палиативная помощь должна быть предложена всем, кто больше не претендует на активное лечение пуберкулеза, чтобы гарантировать, что они смогут продолжить свою жизнь с минимальными страданиями и без потери достоинства. Решение общества и домочадцев следует рассматривать в таких случаях также. Лечение, включая оказание помощи туберкулезным больным, поднимает проблемы балансирования прав человека, зараженного лица, против общества в целом. Здесь также возникает обязанность и ответственность власти для обеспечения эффективного лечения и ухода в уманном и достойном образе. Перед оказанием палиативной помощи проводится первоначальная оценка, включающая в себя проведение диагностических мероприятий, необходимых для максимально точной оценки характера клинических осложнений, вызывающих страдания больного и их адекватного лечения. Также проводится первоначальная оценка психосоматического статуса пациента, консультация медицинского психолога для оказания психологической и моральной поддержки, чтобы сохранить максимально возможную жизненную активность до последних дней. Важно выявить причины проблем для того, чтобы лечить симптомы и, если возможно, предложить действенную восстановительную помощь. В случае улюбочного туберкулеза или малого шепка туберкулеза почти всегда присутствует к кашель. В ходе прогрессирования заболевания может появиться кровавая макрофия или кровохарпия. Это может приводить к затрудненному дыханию, отдышке при минимальной физической наброске. Часто больные испытывают усталость, страйное истощение, бессонницу, ночную потребность. Симптоматическая терапия проводится в соответствии с клиническими рекомендациями. Таким образом, можно заключить, что туберкулез и ВИЧ связаны с сильной социальностигной. Ввиду высокой эпидемической опасности больного, особое внимание следует поделять первым борьбой с инфекцией. Первичное обследование пациента включает сбор анамы за осмотр, оценку любой активной проблемы или другие вопросы, требующие вмешательства или наблюдения. Оценка должна учитывать особенности конкретных симптомов туберкулеза и ВИЧ. Управление симптомами туберкулеза должно происходить на основе текущего лечения симптомов ВИЧ в соответствии с клиническими рекомендациями. Целостный подход к пациенту, семье и обществу необходим, чтобы обеспечить значимую помощь больным. Одним из основных привыкальных камней является обеспечение адекватной и актуальной информации, чтобы избежать недопонимания и недоразумения. Спасибо за внимание.